Мы с вами закончили изучение Евангелия от Луки. И оставшееся время сейчас посвятим одному из самых уникальных Евангелий, которое называется Евангелие от Иоанна. Давайте вкратце рассмотрим вводные вопросы этого Евангелия и потом обратим внимание на всю его уникальность и какие темы, какие идеи, какое учение, какое богословие это Евангелие предлагает нам. Это Евангелие, оно самое, кажется, простое, но на самом деле самое сложное. Мы его всегда советуем людям читать в начале, когда дарим Новый Завет, говорим, начни с Евангелия от Иоанна. Оно как-то вот такое, его даже и легко и запомнить. Плюс там очень много речей Иисуса Христа, и там он в большей степени Иисус представлен как вот его божественная сторона. Мы видим, чем дальше по времени, тем больше первые христиане акцентируют именно божественную сторону Иисуса Христа. Если Марк, мы знаем, первый евангелист, больше об Иисусе как человеке, сыне человеческом, страдающем, вот сыне Божьем, то у Иоанна это Бог, пришедший воплоти. Пробежимся немножко по основным вопросам. Авторство считается, опять церковная традиция, говорит, что это Иоанн. Помните, даже в этом, в каноне Мураторе рассказывается такая этиология, история, объясняющая, как же Иоанн написал. Собрались все апостолы, давайте будем молиться и поститься, и кому откроется, тот и напишет. И всем открылось, что Иоанн должен написать, а остальные все это дело дополнить. И кто же этот Иоанн? Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, оно тоже анонимным является. Автор себя конкретно не назвал, но он так завуалировал вот этого любимого ученика Иисуса Христа, что мы, когда читаем, думаем, однозначно, любимый ученик — это и есть Иоанн. Хотя на самом деле из текста Евангелия мы никак не можем вычислить, что я любимый ученик, Иоанн — это одно и то же лицо. Но вот многие тексты говорят о том, что как раз вот кто был ближе всего во всех ситуациях вместе с Иисусом и Петром. Это вот этот вот Иоанн. И поэтому Иоанн, когда составлял свою Евангелие, он кучу дал намеков, при этом не назвал себя, но кучу дал намеков, что вот этот вот любимый ученик, он был у Креста, он написал это Евангелие, он напишет для того, чтобы вы верили и веру имели жизнь во имя Иисуса Христа. Поэтому традиция четко говорит, что это вот Иоанн — ученик Иисуса Христа. И если это Иоанн, то тогда это очевидец событий. Очевидец событий. Но, будучи очевидцем событием, он принял решение написать свое Евангелие совсем по-другому. И христианская традиция говорит о том, что дата написания этого Евангелия — это конец первого века. Это уже Иоанн, когда он был старцем. И более того, Евангелие от Иоанна, вот этот Иоанн написал не только Евангелие от Иоанна, он еще написал три послания, так называемые послания, соборные послания Иоанна. Они тоже являются, вот внимательно изучив словарный запас, структуру предложений, темы, которые там содержатся, что это одна и та же рука писала, да? То есть именно один и тот же человек, один и тот же автор. Получается, если у нас Лука написал Евангелие и книгу деяний, то Иоанн написал Евангелие и плюс еще три послания. И есть еще, естественно, точка зрения в отношении книги Откровения. Кто же написал книгу Откровения? Потому что в книге Откровения, кстати, мы обращаем внимание, автор там назвал себя, что он является Иоанн. Но даже в ранняя церковь она сомневалась, является ли Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, потому что авторство было дано, хотя он сам себя там не назвал, и послание Иоанна, и книга Откровения. Все один человек написал, один и тот же автор. Уже такая христианская традиция так и считала на протяжении истории. Но вот последние 200 лет ученые, внимательно изучив язык, язык, основные темы, идеи, подходы, стиль, структуру и так далее. Все-таки думают, что это какой-то другой Иоанн написал, что это не одна и та же рука, не один и тот же. Если только у Иоанна просто радикально не поменялась вообще речь, его словарный запас и так далее. Что предполагает авторство книги Откровения, это Иоанн Старец, пресвитер, живший в Эфесе, который оказался узником на острове Патмос и написал вот эту книгу Откровения. Но это особо не должно нас сейчас волновать, потому что мы изучаем Евангелие от Иоанна. И однозначно, что Евангелие и три послания — это одно и того же авторства. И что идеи, которые отражает это Евангелие, они подтверждают, что это примерно конец первого века. И в посланиях он называет себя старцем, что это уже ученик Иисуса Христа, который последний, который единственный умер своей смертью. И в апокрифических деяниях Иоанна там рассказывается о том, как Иоанн просто пришел, выкопал могилу, лег и умер спокойно, без того, чтобы его за веру претерпеть мученическую смерть. Что касается места написания, то традиция нам говорит, что там даже вот эта могила, на месте могилы Иоанна, там существует сегодня раннехристианская церковь, можно ее, это такой археологический парк, можно посетить его, и там как будто уже внизу могила. Но можно очень сильно сомневаться, что это то конкретное место, та могила Иоанна. Традиция, ну, создает для себя святые места очень легко. И точка зрения следующая, что это все-таки было написано, ну, где-то вот в Эфесе, если Иоанн там находился в Эфесе. Хотя, наверное, какие-то и другие варианты тоже возможны. И адресат, вот я написал, что это языческая община в Малой Азии, хотя можно сказать, что не совсем и языческая община, что иудейские элементы в этом Евангелии тоже очень сильно прослеживаются, потому что как раз вот у вот этой вот языческой общины, или иудеоязыческой, может быть, общины, у них очень сильные столкновения с синагогой, да, в том же городе или в том же контексте, где они находятся сами. И вот здесь, что указывает в большей мере в авторство вот этого вот Иоанна, ученика Иисуса Христа, это язык этого Евангелия, что язык по сравнению с тем же Лукой у него очень простой, у него очень, как будто это Евангелие писал иностранец, ну, человек, для которого греческий язык не является родным. Если ученик Иисуса Христа Иоанн, он же еврей, и арамейский его родной язык, то греческий это его, ну, второй язык, или, может быть, он был билингвом. Но билингвы тоже разные бывают. Есть билингвы стопроцентно, да, вот у них отец и мать говорят на разных языках, и бывает у детей, что мать на одном языке говорит, отец на другом языке. И тогда ребенок растет, и он впитывает в себя, конечно, сразу два языка. Но когда он идет в школу, невозможно же учиться в школе вот такого, чтобы у тебя один день на одном языке, второй день на втором. Один день на одном, таких школ не бывает. В школе бывают двуязычные, вот, да, в некоторых европейских странах там есть школы, где уже в старших классах идет частично преподавание на английском языке, вот в Германии, например, на немецком, и уже в старших классах дается, или в Нидерландах на нидерландском языке, а потом половина предметов идет на английском языке, и в результате дети заканчивают школу, и они владеют как бы двумя языками. Но все равно какой-то язык, хочешь, не хочешь, будет у тебя основным. Ты его все равно будешь лучше знать. И вот тот является язык родным, родным, который, на котором мы прошли школу. Потому что, представляете, да, 10 лет, сколько часов, там, по 4-5 часов ежедневно ты учишься, ты читаешь литературу, ты изучаешь разные науки, и вот эти всю лексику, слова, все, получается, вот, основные твои знания языка приобретаются в школе. И получается, что если, не знаю, какую школу прошел Иоанн, арамейскую, то греческий язык для него, вот он из жизни, как иностранный, выучил. И поэтому у него очень-очень простые предложения, ничего такого сложного, по сравнению, вот там, с Лукой или даже с Матфеем намного, намного проще. И смотрите, какой у Евангелия от Иоанна стиль, что он, у него не повествование, а у него, у него просто-напросто сплошные диалоги. Иисус, у него просто общается, общается и общается с разными людьми, с теми, кто его принимает, с теми, кто его не принимает. И тут тоже можно сказать такую интересную вещь. Помните, мы говорили, Евангелие от Марка — это повествование о страстях с расширенным вступлением. При этом мы знаем, что последние только шесть глав из шестнадцати посвящены страстям. А посмотрите, у Евангелия от Иоанна, у него страсти начинаются, ну вот эта вот последняя неделя в жизни Иисуса Христа начинается аж с тринадцатой главы. Двенадцатая глава — это въезд Иисуса в Иерусалим, даже еще раньше, двенадцать. В Евангелии от Иоанна 21 глава, и получается с первой главы по одиннадцатую это пол Евангелия посвящено служению Иисуса Христа, а пол Евангелия — страстям Иисуса Христа. Поэтому Евангелие от Иоанна еще больше является повествованием о страстях, потому что это главный акцент этого Евангелия. И вот если говорить о культурном контексте, то в этом Евангелии тоже так, раз оно написано в Эфесе, отражается греко-римский мир, при этом не исключаются вот эти все иудейские традиции, по поводу которых Иисус ведет полемику со своими оппонентами, с книжниками и фарисеями. Получается, греко-римский мир, включая иудейский контекст, который является естественным, потому что речь идет об Иисусе Христе и о традиции. Какие же источники использовал Иоанн? Можно обратить внимание сейчас, что у Иоанна с синоптическими синоптиками есть очень много параллелей. Хотя это такое радикально отличающееся Евангелие, но, несмотря на это, у Иоанна все равно есть такие параллельные события, как, например, насыщение пяти тысяч, женщина помазывает Иисуса, триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим, очищение храма, предательство Иуда, отречение Петра и другие элементы страстей, явление воскресшего Иисуса. Все это является параллельными аспектами у Иоанна с синоптическими Евангелиями. Поэтому ученые считают, что все-таки Иоанн был знаком с синоптическими Евангелиями или он был знаком с традициями, которые, мы знаем, были в синоптических Евангелиях. Мы же с вами говорили, что в момент, когда Евангелия были написаны, устная традиция об Иисусе Христе не прекратилась. Смотрите, до того, как евангелист Иоанн задумал написать свое Евангелие для общин, где он находился, это же не значит, что они вообще ничего не знали об Иисусе-то. Логично? Логично. Какая-то традиция ходила. Может быть, были уже и письменные, вот эти синоптические Евангелия туда пришли. Но вопрос заключается в том, что, как бы то ни было, была ли там устная традиция или были ли у Иоанна письменные синоптики, кто-то из синоптиков, наиболее параллель у Иоанна все-таки с Евангелием от Луки. И это естественно, что если Марк и Матфей там вот в Палестине писали, в Сирии, то Лука писал, ну, где-то вот в Римской империи. Поэтому вероятность, что в Эфес попала Евангелие от Луки намного быстрее, чем Марка и Матфея, ну, она намного выше. И поэтому параллели у Луки, у Иоанна с Лукой намного больше, чем с другими Евангелями. И мы говорим, что Иоанн тогда пользовался вот этой традицией. Мы видим, сколько параллелей здесь находится. Ну, и само повествование о страстях. Но, однако, Иоанн решил написать по-другому. Его Евангелие очень сильно отличается от синоптиков. И я вот там указал устная традиция, да, синоптические Евангелия. Но и также, если мы считаем, что Иоанн был очевидцем событий, то тогда еще его собственное знание, вот это, ну, его... Но, смотрите, он, вот это его собственное знание, присутствие во время событий Иисуса Христа, это уже 60 лет спустя, 60 лет назад. Если то, что происходило с Иисусом, было в 30-м году, например, да, в 29-м, 30-м, то Иоанн писал в 90-м, в 95-м году, там, или в 90-м, но это 60 лет прошло. Это надо вспоминать, что было 60 лет назад. Но, используя любые вот эти вот источники, он так, такое Евангелие написал, которое, конечно же, отличается от синоптических существенным образом. Смотрите, какие вот отличия Иоанна от синоптиков. Во-первых, происхождение Иисуса. Прочие евангелисты либо вообще не говорят, вот, Марк, откуда вообще возник Иисус Христос, Матфей и Лука, конечно, рассказывают нам о Рождестве Иисуса Христа, то для Иоанна Рождество вообще не вопрос. Для него Иисус является предвечным Сыном Божьим. Обратите внимание, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через него начало быть, что начало быть. Вот такой вот гимн Логосу мы знаем, да, вот этот пролог Евангелия Иоанна, это гимн Логосу. Но этот Логос, да, и что с ним произошло? Оно было в начале, оно было прежде, чем что-либо было. Он предвечный Сын, но это Слово стало плотью, Слово воплотилось и обитало с нами, и мы видели Славу Его, Славу, как единородного от Отца. Для Иоанна нет нужды говорить о земном происхождении Иисуса Христа, о рождении в Вифлееме, бегство в Египет, возвращение в Галилею. Это вообще ничего не важно. Для него важно показать, что Иисус – это предвечный Божий Сын, и более того, Он является предвечным Богом, потому что Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он является Богом. И поэтому-то и для Иоанна, раз он Бог воплоти, о каком крещении идет речь? Он не повествует нам. Иоанн только говорит, что вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира, но он не говорит о том, что Иисус был крещен Иоанном. Это он не упоминает. Для него это событие, оно, конечно, у синоптиков было, и мы с вами говорили, оно достоверный исторический факт, это вот этот критерий смущения, не было смысла ученикам это придумывать. Но Иоанн просто это не акцентирует. Он оставляет это за кадром своего повествования. И это же, вот это вот божественное происхождение Иисуса Христа, оно говорит, не нужно водное крещение Иисуса, нету преображения у Иоанна, он это тоже оставляет за кадром, и у него также нет. В Гефсимании мы с вами, когда страсти изучали, мы увидели, что вот этой агонии, о, если бы ты благоволел, там три раза ученики все уснули, он один, он думает, как это все, он в борении, ангелы подкрепляют, ничего этого нет. Из гефсиманского опыта у Бога Сына он остается за кадром, да, с точки зрения Иоанна, потому что он представляет определенный портрет Иисуса Христа. И обратите внимание, даже сам Иисус в Евангелии от Иоанна, он отличается от Иисуса в синоптиках. В синоптиках Иисус приходит и начинает проповедовать Царство Божие. Он проповедует Царство Божие или Царство Небесное у Матфея. То, что делает, что проповедует Иисус в Евангелии от Иоанна? Он проповедует себя. Он проповедует себя. У Марка мы видим этот мессианский секрет, никому не говорите. А Иисус приходит и говорит, кто жаждет, приходи ко мне и пей. Он говорит, я и Отец одно. Пожалуйста, да, верьте в меня, приходите ко мне. Я есть. Вот сейчас мы увидим. Также мы видим, что гефсимания, она не нужна. Там вообще Иисус разыгрывает вот эту свою сценарий, своего служения на крест. Он говорит, пришел час, то позволь прославиться сыну. Я уже готов идти на крест. И так как он Бог воплотит, то он особо не учит как притчами народ. Потому что функция притч была рассказать о Царстве, о том, как принципах Царствия. А он, если он себя проповедует, то, получается, притчи не нужны. Иоанн оставляет притчи за кадром. Он оставляет притчи экзорцизм, извините, за кадром. Изгнание, все изгнания бесов, освобождение людей от бесов, Иисус не творит. Ни одного в Евангелии от Иоанна нет. Почему? Потому что бесы и Бог воплоти – это просто несочетающееся понятие. Поэтому у Иоанна этого всего нет. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok